Патриотическое воспитание, дисциплина, навыки выживания. Всему этому обучили в течение шести дней подростков из Наринмара и сел округа на военно-полевом слете «Звезда». О том, как молодые люди постигали армейскую науку в сюжете Екатерины Дементьевой. Раз, два, три, давай! Пошли, 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 пошли! Тихо, тихо, тихо! Здесь все по-армейски строго. Подъем в 8 утра, зарядка, обязательные занятия по направлениям, прием пищи пять раз в день по расписанию и даже ежедневная полевая баня. Перед заездом участников слета сотрудниками МЧС была проведена проверка соответствия расположения палаток и других объектов по требованиям пожарной безопасности. Ребята обучены работе с огнетушителем и ознакомлены с планом эвакуации. Дважды в день связь с МЧС, отчет о текущей обстановке. У молодых людей насыщенная программа, строевая и огневая подготовка, основы оказания первой помощи, ориентирование на местности и многое другое. Это может пригодиться и везде, даже в городе. Идут тоже первая помощь. По крайней мере, они не растеряются, они будут знать, что делают. Также в лес пошли за грибами родные, близкие, знакомые. Также они могут уже помочь что-то найти, еще что-то. Ориентирование на местности, те же компасы, работа с теми же картами, она всегда понадобится. Особенно в условиях жизни в нашем регионе, наверное, это очень актуальный момент. В условиях жизни на Крайнем Севере, я считаю, это актуальный момент, очень. Тем более, все находятся, все всегда ходят в лес, собирают ягоды, грибы. Поэтому обязательно надо знать. То есть, если они зашли, чтобы не растерялись, знали, как выйти, знали, как дойти до места, как не растеряться, не замерзнуть. То есть, ну, это важный момент. Среди одетых в камуфляжные костюмы и каски участников можно увидеть и четверых хрупких девушек. Одна из них, Полина Семяшкина, поделилась с нами впечатлениями о нетипичном для девочек отдыхе. Раньше я никогда не увлекалась военно-патриотической темой, но где-то в конце июля меня отправили в военно-исторический лагерь. Ну, я туда просто поехала, ну, попутешествовать. И когда я вернулась через две недели, я поняла, что мне действительно нравится. Мне нравится стрелять из винтовок, вот, нравятся там какие-то задания такие военные. И вот, и нам сразу же предложили съездить на военно-полевой слет. Разрешили девочкам, и я сразу согласилась, потому что, ну, мне это интересно. Не было желания уехать, сдаться? Ну, как такого желания, наверное, не было. Я первый раз ночую в лесу так долго, мне это все нравится, мне, ну, просто интересно. Активный участник всех городских мероприятий Глеб Мариничев впервые оказался на слете, рассчитывая на легкий отдых. Однако впереди ждали трудности, перед которыми он чуть было не спасовал, но не поддался. Обстановка была совершенно мне необычная, было очень даже трудно, тем более в первый день был назначен дневальным. Дневальные выполняют множество работы, и в первый день лагерь был не обустроен, и все выпало на нашу долю. Плюс еще очень было трудно привыкнуть, первые ночи, первые переживания, первая еда за общим столом на улице. Это все было очень трудно, и я такой в один день думаю, наверное, надо уехать. Я не выдержу, это все очень трудно, это не мое. Никогда не жил, не живу и не буду жить. А потом я подумал, уже на следующий день, говорят, отвезем только на следующий день. Я проснулся с утра и думаю, а зачем я буду уезжать? Все, вот уже день. Я уже не дневальный, уже все легко, и я собрался с силами, я собрался с духом, я выставил до конца. Оценив все усилия тренеров, всю отдачу ребят, можно смело сказать, что из этих пока еще мальчишек и девчонок вырастут настоящие мужчины и достойные девушки, готовые к любым жизненным сложностям, готовые родину защищать. Ребята полноценно ознакомились с службой вооруженных сил Российской Федерации, а также приобрели необходимые навыки и знания, которые пригодятся им в экстренных ситуациях, наподобие поисково-спасательной работы. В принципе, данное мероприятие, считаю, что нужно проводить ежегодно. В прошлом году не получилось его провести по объективным причинам. Детям нравится, на самом деле. И это самое главное. Напомню, ежегодный военно-полевой слет «Звезда» проходит в регионе в 10-й юбилейный раз в рамках государственной программы Ненецкого округа, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения.